Я не видал родных дедов, и видеть мог едва ли. Все до рождения моего они поумирали. Но я не обделен судьбой, я все равно счастливый. Был рядом дед, пусть не родной, но горячо любимый. Он был не русский, из армян, с деревни, из народа. Агван Тигранович Григорян, 26-го года. Он был герой и ветеран, такой, что прямо из книжки, для всех. А я ему кидал за шиворот ледышки. Я про войну все с детства знал. Ведь дед без всякой лажи мне каждый день преподавал с тарелкой манной каши. Все было так. Он мирно пас овец у арарата. И вдруг взяла, пошла на нас немецкая армада. Чтобы ни русских, ни армян здесь не было в природе. Но тут подъехал дед Агван. И он был резко против. Подъехал, правда, не один. Стекались, словно реки, туда и тысячи грузин, казахи и узбеки. Разноязыкою толпой они в окопы сели. И в тех окопах всей гурьбой мгновенно обрусили. Вместо овец на этот раз другие были звери. И дед в прицел свой тигра пас. Крутил хвоста пантере. По-русски с ним общение шло сперва не идеально. Но фразу «башню сорвало» он понимал. Буквально. Я с дедом мог тарелки три съедать той самой каши. Внимая, как они пошли на запад пешим маршем. И как всегда, в который раз в итоге накидали. А дальше шел такой рассказ. Как в слезном сериале. Берлин. Апрель. Земля дрожит. Снаряды, пули градом. И дед по улице бежит с трофейным автоматом. Кругом разбитые дома, как гор кавказских гребней. С собой дед опять гранат. Вдруг глядь на кучи щебня. Лежит, скулит от страшных ран. Один, как щепка в шторме. Такой же, как и он пацан. Но лишь в немецкой форме. И тычет деду на окно. Руками объясняет, что он у дома своего лежит и помирает. Что там родители его. Что он берлинский, местный. Его войной домело до своего подъезда. И дед поверх своих поклаж. Хоть был не сильный сам. Взвалил его и на этаж. Туда, где папа с мамой. Где взрывом балку повело. Где теплится лампада. Встречайте фрау своего. Немецкого солдата. Дед, говоря про этот миг, вдруг сразу изменялся. Про страшный материнский крик. Про то, как там остался. Как в кухне, где горел шандал, воды ему нагрели. Как с грязью ненависть смывал за годы и недели. Как спал на белых простынях среди войны и ада. И видел сны о мирных днях в долине Арарата. Как утром снова он пошел к победной близкой дате. Услышав сзади данкишон, ответив ему, прощайте. Тут я перебивал всегда. Дослушивал едва ли. Дедуня, что за ерунда? Давай, как вы стреляли. Давай, как ты горел в огне. Чуть не погиб на мине. Неинтересно было мне про простыни в Берлине. Но дед что-то замолкал. Шел за добавки каши. И кашу снова в рот толкал. Чтоб стал быстрее, а старше. Его уж нет. А я большой. И вдруг я докумекал. В тот день был самый главный бой. За звание человека.